Добрый день, дорогие друзья! Спасибо за аплодисменты! Я приветствую всех вас в нашей литературной гостиной. Сегодня мы познакомимся с вами с некоторыми страницами творчества детских писателей-юбиляров 2013-2014 годов. Ребята, а кто из вас может объяснить, кто такой юбиляр? Пожалуйста. Юбилей! Юбилей! А что такое юбилей вообще? А юбилей это дед рождения? День рождения. Ну, смотрите, у нас каждый год день рождения, а юбилей каждый год. Каждый год день рождения. Совершенно верно. Как правило, через 5 или через 10 лет отмечается юбилей. Так вот, сегодня мы с вами будем знакомиться с такими писателями, у которых в этом или в следующем году будут юбилеи, круглые даты. Итак, давайте начнем знакомство. Согласны? Да! Хорошо. В 2014 году, в 85 лет, со дня рождения, будет отмечать Ирина Петровна Докмакова. Ирина Докмакова родилась в марте 1929 года. Это детский поэт и прозаик, переводчик детских стихов, лауреат Государственной премии России. Она написала множество стихотворений, несколько повестей, сказок для детей, перевела английские и шведские фольклорные стихи. И сегодня для вас отрывок из рассказа. Ирина Докмаковой «Аля Кляксич и буква А» прочитает Саша Кривцова. Встречайте! Ирина Докмакова «Аля Кляксич и буква А». Аля писала письмо маме. Она очень старалась написать хорошо, но все шло сшиворот на выворот. Буквы не слушались, падали, менялись местами и ни за что не хотели браться за руки. Ирина Докмакова «Аля Кляксич» Раскликнула буква «А». Отвратительный Кляксич пробрался в букварь. Он ссорит буквы друг с другом, он их ненавидит. Он хочет их всех заменить своими родственниками-кляксами. А меня он уже выгнул. И теперь на моем месте встает жирная клякса, его премянница. Тут добрая трудолюбивая буква «А» расплакалась. «Вот тебе и на», — изумилась Аля. «Ну ты успокойся, надо что-то придумать. Нельзя же ему уступать. Надо бороться. Что уж тут придумаешь. Ты ведь даже свое письмо не сможешь подписать. Когда Кляксич узнал, что ты пишешь письмо маме, он расхвастался. Букву «А» я уже выиграл. Букву «А» запру под замок. А букву «Я» так запрячу, что ее никто не найдет. Как тогда Аля подпишет свое письмо? Я — хозяин букваря. Аля задумалась. Подписать письмо без нужных букв она в самом деле не сможет. А если не подписать, то как тогда мама узнает, кто написал ей письмо? «Знаю, знаю!» — вдруг закричала Аля. «Мы с тобой отправимся в букварь, разыщем Кляксича и сотрем его ластиком. Правильно?» Еще как правильно обрадовалась буква «А». Взявшись за руки, Аля и буква «А» отправились в букварь. Но дорогу умер и градила добродушно с виду буква «Б». У нее через плечо висела огромная корзина. «Будете брать публики?» — спросила она. «Да какие там публики?» «У нас важное дело. Попусти, пожалуйста». «Бросьте!» — сказала буква «Б». «Не трогаясь с места, берите белые бублики и баранки. Быстрее!» Буква «Б» была ужасно толстая. Они не могли ее обойти. Пришлось покупать и бублики. Они купили их целую строчку. Вот так можно! Но буква «Б» по-прежнему загоряжила им дорогу. И только покрикивала «Больше! Больше!» У них не было больше свободной строчки. Бублики просто некуда было класть. Уважаемые друзья, берите карандаши и купите у буквы «Б» бубликов. Кто сколько сумеет. Иначе «А» и «Буква А» не попадут в букварь. И что тогда будет со всеми буквами, даже подумать страшно. Спасибо большое, Саша. Понравился вам рассказ? Да! Захотели прочитать рассказы Ирины Токмаковой? Да! Замечательно! А мы с вами двигаемся дальше. В 2014 году будет 75 лет со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой, поэтессы и прозаика. Самыми популярными сборниками рассказов и повести Ирины Пивоваровой стали «О чем думает моя голова, однажды Катя с Манечкой?» О сборнике «Жила-была собака, венок из колокольчиков, хочу летать, весные разговоры, потерялась птица в небе» Только для детей составлены из стихотворений автора. А сейчас стихотворение Ирины Пивоваровой «Веселый старичок» прочитает для вас Егор Шлыков. Веселый старичок Ирина Пивоварова Жил-был веселый старичок, тинь-тили-тили-тень Играл на скрипке старичок, пиликал целый день Но как-то хлынул с неба дождь, полил как из ветра А дом был старт у старика, и крыша протекла Тинь-тили-тили-тень, тинь-тили-тили-тень И крыша протекла Зашла соседка к старику, руками развела Пиликает на скрипке веселый старичок А сам дом до ниточки, до ниточки промок Ты погляди-ка, дедушка, ведь лужа на полу И вени твой, и валенки все плавают в углу Возьми ты гвозди, дедушка, доску и молоток И в ясный день забей доской дырёвый потолок Ах, милая соседушка, тинь-тили-тили-тень Не муляться с небодождик в погожий ясный день Зачем же мне на крышу лезть с доской и молотком Да лучше уж по скрипочке ударю я смычком И выйду я на улицу в погожий ясный день Тинь-тили-тили-тень, тинь-тили-тили-тень Пляши, кому не лень Спасибо, Егор Я думаю, вы заметили, что стихотворения Ирины Пивоваровой Наполнены чувством юмора А по некоторым её стихотворениям Таким, как «Жирафы и очки», «Одна лошадка белая» Были сняты в мультфильме И сейчас Есения Щёлокова представит вам стихотворение «Одна лошадка белая» Ирина Пивоварова Одна лошадка белая Одна лошадка белая С утра до ночи бегала Вот так мышке прибежала Прибежала и заржала Здравствуй, мышка Как делишки, как работа, как детишки Ну прощай, я спешу В белой утке ухожу В белой утке прибежала Прибежала и заржала Как живёшь, соседка утка У меня одна минутка Нет-нет-нет, не выпью чай Я к корове опоздаю Вот к корове прибежала Дорогая, как дела? Что видала, что слыхала У кого в гостях была Нет-нет-нет, я не присяду Нет-нет-нет, я не погашу Ещё сегодня кошку И собаку навешу Вот так лошадка белая Всё бегала, да бегала Побывала у нас сетки У овечки, у соседки Побывала у баранов Побывала у козла Но на красная бабушка Старая лошадушка Кокошка внучнику Целый день ждала Стасия Петровых Для вас приготовила Произведение Ирины Пивоваровой Пожалуйста, пожалуйста Ирина Пивоварова Пчела и оса Когда-то пчела и оса Жили вместе Пчела целыми днями В поле летала И мёд собирала А оса вечером Чай с мёдом пила Однажды вернулась пчела с поля А оса и говорит Мало мёду принесла Лети обратно Обиделась пчела и ушла из дома Летит она и плачет Увидел её человек Ты что, пчела, плачешь? А мне жить теперь негде Говорит пчела Я из дома ушла Не плачь, пчела Я тебе новый дом построю Построил человек У себя в саду Для пчелы деревянный дом И живёт пчела с тех пор В удобном, тёплом улье И добром за добро Человеку платит Мёдом его угощает Мы благодарим Стасу Ещё раз, пожалуйста, поаплодируем Спасибо, молодцы И продолжаем дальше Знакомство Маша Ласова Представит вам Отрывок из рассказа Виктора Драгунского Он живой И следится Встречайте Виктор Драгунский Денискин и рассказы Он живой И светится Отрывок Однажды вечером Я сидел на дворе Возле песка И ждал маму Вот уже стали сжигаться В окнах огоньки И радио заиграло музыку И в нем Надвигались тёмные облака Они были похожи На бородатых стрелков И в это время В этот двор вышел Мишка Он сказал Здорово Я сказал Здорово Мишка сел со мной И взял руки Самосвал Ого, сказал Мишка Где достал А он сам набирает Песок мне Сам А сам сваливает Да А ручка Для чего она Её можно вытеть Да А Ого Дашь мне его домой Я сказал Нет Не дам Подарок Папа подарил Предотъездом Мишка надулся Додвинулся от меня На дворе стало ещё темнее Тогда Мишка говорит Мне дашь самосвал Отвяжись Мишка А Мишка Я за него могу дать тебе Одну Гватемалу И два Барбадоса И ответил Я говорю Сравнил Барбадос Самосвалом А Мишка Не хочешь Я тебе дам Плавательный круг Я говорю Он же у тебя Лопнутый Мишка А ты его Заклеишь Даже рассердился А плавок Где в ванной По вторникам Мишка снова Он дулся А потом говорил Ну Был Ларин На Он протянул мне коробочку От спичек Я взял её в руки Ты открой её Сказал Мишка Когда увидишь Я открыл коробочку Сперва ничего не увидел А потом увидел Маленький светлый зелёный огонь И будто далеко-далеко От меня горела Крошечная звёздочка В это время Сам лежала Сейчас в руках Что это Сказал ей Мишка Что это такое Федлячок Сказал Мишка Что хорош Он живой Не думай Мишка Сказал ей Хочешь Бери мой самосвал Хочешь Бери насовсем У меня Отдай эту Крошечную звёздочку Я её домой возьму Мишка Схватил Мой самосвал И побежал домой Но тут пришла мама Я очень обрадовался И мы с ним вместе Пошли домой Когда стали пить чай Крошечной брыззой Мама спросила Ну Как твой самосвал Я ответил Я мама Променял его Мама спросила Интересно А на что Я ответил На светлячка Вот он В коробочке живёт Погаси-ка свет И мама погасила свет В комнате стало темно И мы стали Дом включить На маленькую Бледно-зелёную звёздочку Потом мама зажгла свет Да Сказала она Это волшебство И всё-таки Как-то решился Отдать такую ценную вещь Как самосвал До этого червячка Я так долго ждал Тебя Сказал я Мне было так скучно А этот светлячок Он оказался лучше Любого самосвала на свете Мама пристально посмотрела На меня А чем же он именно лучше Я ответил Ну как же ты не понимаешь Ведь он живой И светится Спасибо Денис А как у него фамилия Кораблёв Кораблёв А вот на самом деле Прототипом стал Сын Виктора Драгунского Дениска Дениска вырос И стал журналистом Вот такая вот Интересная история А на сцену Приглашается Диана Блишкина Которая также Для вас Приготовила Рассказ Виктора Драгунского Виктор Драгунский Главные реки Отрывок Когда я увидел Раису Ивановну То припустился Во всю прыть И не доходя до класса Каких-нибудь пять шагов Обошёл Раису Ивановну И вскочил в класс В общем я выиграл У неё секунды полторы И когда она вошла Книги мои были уже в парте А сам я сидел с Мишкой Как ни в чём не бывало Мы встали И поздоровались Громче всех Поздоровался я Чтобы она видела Какой я вежливый Но она не обратила На это никакого внимания И ещё на ходу сказала Кораблёв к доске У меня сразу Испортилось настроение Потому что я вспомнил Что забыл Приготовить уроки И мне ужасно не хотелось Вылезать из-за своей Родимой парты Но Раиса Ивановна Стала меня торопить Что же ты Я тебя зову Или нет И я пошёл к доске Раиса Ивановна Сказала Стихи Чтобы я читал стихи Какие заданы А я их не знал Я даже плохо знал Какие заданы-то И тут я моментально Подумал Что Раиса Ивановна Тоже может забыла Что задано И не заметит Что я читаю И я бодро зовёл Зима Крестьяне торжествуя На дровнях Обновляет путь Его лошадка Снег почуя Летётся рысью Как-нибудь Это Пушкин Сказала Раиса Ивановна Да Сказал я Это Пушкин Александр Сергеевич А я что задала Да Сказал я Что да Я тебя спрашиваю Что я задала Тут Мишка Сделал наивное лицо И сказал Да он что ли не знает Что вы Некрасова задали Раиса Ивановна Это он не понял вопроса Вот что значит верный друг Это Мишка Таким хитрым способом Ухитрился мне подсказать Но тут Раиса Ивановна Уже рассердилась Слонов Не смей подсказывать Да Ты чего Мишка лезешь Без тебя что ли Не знаю Что Раиса Ивановна Задала Некрасова А ты тут лезешь Взбиваешь только Мишка стал красный И отвернулся от меня А я опять остался Один на один С Раисой Ивановной Ну Сказала она Что Сказал я А что же произошло дальше Я надеюсь вы прочитаете самостоятельно И узнаете И узнаете Какой же был финал этого рассказа Договорились Да Хорошо На нашей сцене Юлия Сафонова Которая подготовила для вас отрывок Из рассказа Михаила Зощенко Умная Тамара Встречайте Михаил Зощенко Умная Тамара Отрывок Живет в нашей квартире Один инженер Бывают такие ученые Инженеры С усами и в очках И вот однажды Этот инженер Чем-то захворал И уехал на юг Лечиться Вот он уехал на юг А в комнате Оставил свою кошку Проходит три дня И вдруг Слышит Что в комнате Этого инженера Жалобно Мяукает кошка Одна же Лечка говорит Этот инженер Какой нахал Он уехал на юг А в комнате Оставил свою кошку И теперь Это бедное животное Наверное Фогибнет Без еды Без питья Другой жилец говорит Давайте сломаем дверь Тут приходит управдор Он говорит Нет Дверь нельзя ломать Без разрешения инженеров Маленький мальчик Николаша Говорит Давайте вызовем пожарную часть Пожарные приедут Живо поставят лестницу к окну И спасут кошку Инженер говорит Раз нет пожара То пожарник нельзя вызывать За это Страв Страв платить надо Маленькая девочка Тамара Говорит Давайте кормить кошку Через дверь Я сейчас принесу молоко И это молоко Подаю под дверь Кошечка увидит И покушает Тут все жильцы Засмеялись И сказали Браво Браво Она хорошо придумала И с этого дня Все жильцы Начали кормить кошку Через дверь Кто суп Кто суп Под дверь Подолет Кто молоко Кто воду Спасибо большое Спасибо большое Юля Рассказы Михаила Зущенко Сложные И я надеюсь Что вы пойдете Их читать Когда подрастете Когда станете Чуть постарше И последний писатель Юбиляр этого года В январе 2014 года 135 лет Исполнится со дня рождения Нашего с вами земляка Павла Петровича Бажова Писатель очень любил Родной Украины Ведь он родился на Урале Недалеко от города Нашего с вами Раньше он назывался Свердловск А родился Бажов В Сесерде Совсем рядышком с нами Так вот Бажов хорошо знаком Живут мастеровые люди Любил слушать уральские сказы Собрал множество преданий И легенд Существующих на Урале И поведал нам о них В своих сказах Отрывок из сказа Бажова Серебряная копытца Вам представит Алиса Шильникова Павел Петрович Бажов Серебряная копытца Отрывок Ушел какований Осталась Даренка с Муренкой Ем-то привычно было Без какований сидеть Как темнеть стало Запобаивалась Только глядит Муренка лежит Спокойно Даренка и повеселела Села к окошечку Смотрит в сторону Погостных лошков И видит По лесу Какой-то комочек катится Как ближе подкатился Расклетела Это козел бежит Ножки тоненькие Головка Ногонькая А наружка По пяти веточек Тут выбежала Даренка поглядеть А никого И нету Воротилась Да и говорит Видно задревала я Мне показалось Бранка мурлычет Правильно говоришь Правильно Легла Даренка Рядом с кошкой И уснула До утра Другой день Прошел Не воротился Как о вами Скучно Стало Даренке А не плачет Кладет Муренку Да приговаривает Не скучай Муренушка Завтра Деда Непременно Придет Муренка Свою песни Муренку поет Правильно Говоришь Правильно Посидела Опять Даренка Окошко Полюбовалась На звезды Хотела Спать Ложиться Вдруг По стенке До поток Прошел Спугалась Даренка А до поток По другой Потом По той Где окошечко Потом Где дверка А там И сверху Запостукивало Не громко Будто Кто новенький Да быстро Ходит Даренка И думает И козел Мне-то Вчера Не бежал И до того И захотелось Поглядеть Что и страх Не держит Отворила Дверку Глядит А козел Тут Вовсе Близко Правую Береднюю Ножку Поднял Вот Топнет А на ней Серебряные Копытцы Блестит И рожки У козла О пяти Ветках Даренка Не знает Что им делать Да и манит Его Как домашнего Мека Мека Козел Это как Размеялся Повернулся И побежал Пришла До оренышка В полаган Рассказывает Муренки Поглядела Я на серебряные Копытцы И рожки Видела И копытцы Видела Не видела Только Как Тот козлик Ножкой Дорогие Камни Выбивает Другой раз Видно Покажет Муренка И зная Свою песенку Поет Правильно Ты говоришь Правильно Спасибо большое Алиса Давайте еще раз Поблагодарим Алису Мы познакомились С творчеством Некоторых Писателей Юбиляров Их больше Значительно Мы прикоснулись Только к тайне Творчества Наверное Самых Самых Известных А давайте Вспомним Каких писателей И поэтов Мы с вами Сегодня Слушали Кто помнит Пожалуйста Никита Забыл Кто нам может Подсказать Нет Штицы Не подсказывают Филипп Правильно зовут Филипп Михаил Зощенко Так Еще кто помнит Артем Кто Драгунский Еще Павел Павел Пашов Петрович Так Пожалуйста А писательница Писательница Пожалуйста Ирина Ирина Спасибо Молодцы И я Очень Надеюсь На то Что вы Будете Для себя Как можно Чаще Открывать Волшебный Мир Книг Спасибо Дорогие Друзья До новых встреч